Вопросы. Я уже не в таком тогда быстром темпе отвечу на те вопросы которые были и те которые там вы оставили возможно сейчас напишите я тогда не спеша отвечу вот с этого момента какие были вопросы перспектива развития данного направления в россии но не конкретизировано какое данное поэтому я с твоей точки зрения решил так ответить данное направление таир управление таир надежность и прочее прочее если заглянуть как бы назад с чего начала начиналось это 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 направление вот самая древняя книжка которую мы смогли откопать но тут держинский сельсель седмундович видно данное написано знаете такого товарища вот здесь оттуда брать 30-е 20-е годы прошлого прошлого столетия на то некий ремонт и после отказа постепенный переход на вот этот ппр все это реально коллеги это 20-30 годах прошлого столетия это мы сейчас там говорим техкарта не техкарта но принципе сама система она уже известна давно в середине так сказать это вот столетия развивались гибкие системы планирования ну как раз вот эти вот техкарты появились от если вы документы по ппр имелось ввиду что есть какие-то плановые объемы обслуживания ремонтов да есть какие-то ресурсы на это этот ппр как-то в прошлом столетии как-то развивался ну мы называем переход от плана ппр планово диагностическому обслуживанию когда начали появляться какие-то простые системы диагностики и даже не знаю 70-х годах они были еще либо нет но вот в 80-х 90-х стали появляться приборы методы контроля ультразвуки всякие диагностики и вибра диагностика для подводных водок потом переехала на подшипники насосов то есть появлялась именно система диагностики опять-таки в 90-х годах мире появилась тема это всем анализ потом к нам пришел рекламный аналин так называемый японская система самообслуживания бережливое производство как-то в 90-х годах она началась сейчас в нашей стране вот этот управление рисками и в чем будущее этот вопрос был по поводу пятилетнего перспективы я думаю что для нас пятилетка это вот начать управлять надежностью более-менее обоснованно и переходить к процессам управления рисками оценивать наши ремонтные мероприятия с рисками отказа оборудования пока мы с вами тут рассуждаем на эту теме в мире есть такое направление параллельный инжиниринг то есть когда машиностроители они закладывают в ту надежность которая нужна и там наверно мало кто этим занимается нужно разбирается но в принципе производители они не заинтересованы сверх надежности оборудования если вы получите тот агрегат такой надежности который нужно производитель вот стоит у китайского автомобиля гарантия один год он проедет ровно один год почему так происходит потому что они учились моделировать надежность своего автомобиля и уменьшать количество металла который они тратят это мои такие взгляды не могут совпадать мнение большинства но и перспектива мы называли это давно асу тп в менеджменте сейчас это цифровизация то есть некая автоматизация принятия решений какой-то платформы вот если откроете документ который дал ссылку там есть понятие платформа там есть понятие какие-то цифровые решения реально цифровые решения которые принимаются без участия человека это первое что хотел вопрос на простой вопрос ответить и второе мог иногда так сказать фантазируем лет пять назад мы начали это делать этому слайду уже пять лет что же будет какие технологии меняют процессы таир но беспилотники это уже это уже данных беспилотные аппараты делают диагностику сетей у электриков да какие-то высотные сооружения обследуют то есть это уже в таире как сказать у многих компаниях рутина то есть появляются поставщики этих решений второе опять-таки что я тебя хочу отметить в человек который увлекается электрическим транспортом что изменит таир сильно это переход от машин вам двигатели внутреннего сгорания каких-то там редукторов на прямую тягу вот эту кодектрическая машина она ну что попроще чем двигатель редуктор скорее всего таир будет проще будем заменять эти компоненты да будем как-то простые операции обслуживания не будет таких специальных операций которые мы сейчас выполняем на этих объектов но это мой моя идея индустриальный интернет вещей ростком запустил платформу и так сказать каналы которые позволяют передавать информацию от оборудования до министерства этот как слоган из программного этого документа были много вопросов а электронный бумажный журнал дефектов упразднят а там какие-то допуски упразднят я так чувствую что все идет к тому что данные о состоянии оборудования будет передаваться русских надзор федеральную службу по надзору автоматически то есть все ваши журналы дефектов данные по ремонтам они по идее должны быть передаваться по платформе непосредственно в этом министерстве если кому-то интересно минэнерго такой документ и такой опыт уже есть там индекс состояния должен передаваться министерство энергетики по определенным справочникам определенных форматах чуть ли не автоматически аддитивные технологии это наши запчасти да мы будем печатать валы а не точить их каких-то устройствах аддитивных принтеров композиты виртуальная дополненная реальность тоже пока мы там 3d игрушки играли в промышленности уже это начало внедряться именно как инструмент сервисного обслуживания когда оператору в очки и на очки как на очках выводится место местах где он должен долить прокрутить там довинтить к режиме до полной реальности большие компании там северсталь полюс газпром уже внедряют это можно посмотреть как это работает экоскелета но беспилотники опять попались на и роботизация мы тут шутили 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 где-то там роботу слесаря уже британии начали выпускать опытные образцы то есть это уже робот который наши операции какие-то по обслуживанию может выполнять сам вот будущее дал кассы помню на риски никель до на риски никель мультогорск северсталь уже внедряют ремонтных службах уже используют ремонтных службах вот таких вот ну как называется это железка экзоскелет это опять-таки посылка нашей трудоемкости дал и помните время включения гаек ему не нужна не лебедка не не металль не кран иногда он сам понес редуктор и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»